Продолжение следует... Никогда не забудут те, кто воевал и вкус победы, и страшные моменты войны. Михаил Матвеевич Датско освобождал Кубань. Ушел защищать родину еще мальчишкой. Тогда и 18-й не исполнилось. Начал военную службу на Малой земле в Новороссийске. Затем пошел в наступление Датамане. И оттуда уже эшелоны отправились до Киева. От фашистов освободил пол Украины. И до сегодняшнего дня не думал, что нацисты вновь вернутся. С Чехословакии шли, дошли до западной Украины. И нас бандитовцы начали обстреливать. Ну там же еще 7 лет война с ними была. Так что и вот опять они ожили, оказывается, вот эти бандитовцы. О том, как ковали победу, теперь знают школьники и курсанты Кадетского училища. Сегодня им показали фильм «В бой идут одни старики». А на выставке оружия каждый мог не просто посмотреть, но и подержать в руках знаменитые автоматы. Для Николая Ивановича Жугана это не просто экспонаты. Легендарный летчик, герой Советского Союза, сбросил на вражеские головы больше 300 тонн авиабомб. Для героев Великой Отечественной в эти майские дни звучат поздравления и слова благодарности. Многим уже за 90. Но кажется, если и сейчас объявят всеобщую мобилизацию, то старики встанут и пойдут в бой. Война затронула каждую семью. И Кубань не исключение. В первые месяцы войны на фронт ушли более 600 тысяч кубанцев. Каждый пятый. Не вернулись с фронта 476 тысяч. Более 200 тысяч пропали без вести. Гитлер тщательно готовил операцию по завоеванию нашего края. Регион снабжал всю страну продовольствием, нефтью был важнейшими морскими воротами России. Немцы рвались к нашим портам. Жесточайшие бои приняли Краснодар, Новороссийск, Туапсе и Анапа. Практически все города и районы нашего края были оккупированы и разрушены фашистами. В детстве я часто задавался вопросом, почему ветераны, и в частности мой отец, как правило, не любит много рассказывать о самой войне. И только став взрослым, я понял, война во всех ее подробностях не до детских ушей. Как настоящие ангелы-хранители, вы и в мирное время стараетесь уберечь своих детей и внуков от всех ужасов, которые пережили сами. Вы не предаете память погибших товарищей. Учьте нас беззаветной преданности Родине, тому, что всегда нужно быть готовым по первому зону встать на ее защиту. Учьте ценить и беречь мир. И я от имени всех земляков хочу еще раз сказать всем вам огромное спасибо. Сединой на висках победители герои войны. С каждым годом живых свидетелей истории все меньше. У молодежи пока есть возможность, что называется, из первых уст услышать о самой кровопролитной битве человечества. Мы должны сохранять какую-то память и провести ее через года, чтобы поколения знали. Нам очень повезло, что мы можем наблюдать героев той войны. Если наши дети не застанут, чтобы мы могли передавать хотя бы на словах то, что сделали для нас наши ветераны. В большей степени радость, что наши деды это все отстояли, всю нашу землю. Гордость в первую очередь за все это. О великих делах, о счастье и большом горе рассказывают ордена и медали. За наградами на груди скрываются десятки историй, слезы, огромная внутренняя сила и мужество. Дмитрий Фомич в годы войны потерял много родственников. В книге памяти сегодня пытается отыскать имя своего дяди. В 1942-м Иван Васильевич Дворник пропал без вести. Как он пропал? На разминировании был. Или, может быть, разорвало что-нибудь, или утонул. Ничего неизвестно. В этом году День Победы особенный. С одной стороны, это слава и мощь нынешней России, Кубани. Гордость за Олимпиаду, радость за Крым и Севастополь, которые вернулись домой. А на другой чаше весов боль и негодование за страшные события в Киеве и Одессе. За гибель мирных людей, за геноцид, который устроила своему народу пришедшая к власти украинская хунта. Об этом сегодня говорил соцены губернатор. И очень жаль, что у ветеранов Украины не просто сегодня украли праздник, их лишили памяти, гордости и чести. Каково вам наблюдать, как братья украинцы отрекаются от нас, называют русскими оккупантами, врагами, унижают. По какому праву, почему это стало возможным? Ведь за свободу Украины, за ее будущее боролись и умирали все вместе русские, украинцы, грузины и белорусы, армяне, чеченцы, таджики. Как могло случиться, что все эти годы фашизм жил не где-то далеко за океаном, а практически на нашей родной земле, на Украине? Я уверен, что ответы на все эти вопросы нужно искать в истории нашей страны. А она показывает, что на любую темную и страшную силу всегда найдется другая, способная дать достойный отпор. Так было и при Александре Невском, и во время Великой Отечественной войны, так остается, конечно же, и сейчас. Завтра над Севастополем, в честь 70-летия освобождения города, Парад Победы впервые за много лет пройдет под российскими знаменами. Крым и Севастополь снова стали нашими. И это, пожалуй, самая важная победа. После той Великой в 45-м году. И что особенно хочется подчеркнуть, что к этой победе мы пришли мирным путем. На сцене сегодня не раз вспоминали город-герой Севастополь. Кубань и Крым в годы войны воевали рука об руку. В боях на Крымском фронте погибли тысячи солдат 72-й отдельной кубанской кавалерийской дивизии. Сегодня многие похоронены в Севастополе. Тем более сейчас горько слышать, когда Россию называют оккупантом. Об украинских событиях сегодня не мог не сказать и председатель краевого парламента Владимир Бикетов. Он поблагодарил за победу ветеранов, которые избавили весь мир от коричневой чумы. Выражаю слова благодарности вам, участникам войны, ныне живущим. В памяти тем, кто защищал страну на фронтах Великой Отечественной войны. Огромные слова благодарности труженикам тыла за все, что вы сделали. За то, что вы дали возможность жить под мирным солнцем. И я уверен, абсолютно уверен, что сегодня есть силы в стране, которые способны выстоять в этой непростой ситуации, защитить ее и сделать все для того, чтобы мирная жизнь в России продолжалась. С праздником вас, дорогие ветераны! Всего вам самого доброго, крепкого здоровья! Спасибо вам! Они сражались за родину. Каждый хорошо знает цену победы и помнит те минуты, тот весенний день 45-го, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции, в котором Германия признала свое поражение. День победы! День победы! День победы! Евгений Вольский, Евгения Матвиенко, Валерий Пятов и Денис Москаленко, 9 канал Краснодар.